МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежда, рада вас видеть. Надежда, ну, сразу, что называется, место в карьер. Почему именно спектакль Паша вы представили на «Золотую маску»? Ну, я тогда, наверное, маленько, чуть-чуть сделаю откат. Вообще, в историю, как проходит «Золотая маска». Это конкурс по итогам театрального сезона, прошедшего театрального сезона. Каждый театр принимает решение, какие спектакли направить на рассмотрение экспертов. Тот год он какой-то такой был у нас очень удачный на спектакле. Нам показалось на экспериментальные, на заметные спектакли. Мы направили два наименования. Это спектакль «Паша» и второй был спектакль «Сон в летнюю ночь». Работала экспертная жюри. По-моему, прием заявок до 1 июля производится, а уже с 1 июля по ноябрь месяц эксперты работают, отсматривают. То есть первый этап – они просматривают вообще, что из представленного материала вызывает интерес. Я где-то читала, что в этом году более тысячи заявок было представлено. И вот как раз из этих тысячи были отобраны порядка, наверное, 300 работ. Далее эксперты выезжают уже в регионы, смотрят то, что их заинтересовало. По итогам они составляют шорт-лист и уже список номинантов. И, к нашему удивлению, «Сон в летнюю ночь» он вошел в шорт-лист. То есть это те спектакли, которые были тоже заметны, но в конкурсную программу в основное они не вошли. Но они также заслуживают внимания со стороны профессионального сообщества и зрителей. А Паша наш был заявлен и представлен во всех номинациях конкурса «Золотая маска». Почему все-таки этот спектакль, как вы думаете сами? Почему именно этот не «Сон в летнюю ночь»? Ну, потому что, на мой взгляд, потому что, конечно, интересный материал в основе – это история о человеке, о его становлении, развитии, об отношениях, выстраивании взаимодействия с окружающим миром, с женщинами, с родителями. Мне кажется, сам материал, он такой очень интересный. Ну и, конечно же, та мотивация, почему мы направили этот спектакль, и жюри как раз подтвердили при оценке – это, конечно, работа художника. Мне кажется, что таких кукол, которые были созданы для этого спектакля, их не было. И у меня же все это на глазах развивалось, как работал режиссер с художником, как они придумывали. И действительно, сейчас уже, так, смотря на всю эту историю, это кажется, ну, это какая-то такая, знаете, искусство какой-то космической энергии, насколько художнику удалось прочувствовать драматургию и те задумки, те задачи, которые ставил режиссер этого спектакля. Ну, чуть позже еще об этом поговорим, да, о самом художнике. Какая-то вообще подготовка требовалась к этому фестивалю? Вот долго вы готовились, прежде чем поехать представить? Да, ну, нет, особо мы не готовились. Мы вообще как-то сейчас на протяжении последней... То есть у нас есть стратегия развития театра. Мы понимаем, что, первое, у нас должен быть очень интересный репертуар. Во-вторых, мы должны соответствовать профессионально уровню, вообще уровню профессионального театра. То есть это вокал, это речь, это кукловождение. И мы уделяем этому огромное внимание. У нас в еженедельном расписании обязательно стоят занятия актеров, то есть это тренинги. Если мы профессионально готовы, то тогда мы можем себя представить на любом фестивале. И, наверное, как раз вот эта работа наша, над нашим повышением профессионального уровня, она и дает плоды. Буквально в начале апреля мы привезли первое место с фестиваля в городе Владимире за спектакль «Молоко». И следом это «Золотая маска». А кто были ваши конкуренты основные в этом году? Ну, я бы так не называла, что это конкуренты. Ну, и все-таки. Все-таки это очень... Кто понравился лично вам? Вы же много их смотрели. Это очень достойные коллеги. Очень достойные. В номинациях вместе с нами были, это, конечно, Центральный театр кукол имени Образцова. У них было представлено два спектакля. Екатеринбургский театр кукол, на который мы всегда равняемся. И я восхищаюсь, и как они выстраивают репертуар, и подготовки актеров. И, конечно же, по... Не могу слово это подобрать. Примерно тот театр, который тоже вызывает у нас отклик, это город Петрозаводска. И мне кажется, что мы примерно... На одном уровне? Не на одном уровне, а примерно одинаково мы развиваемся. Примерно с одними режиссерами работаем. Стратегия, мне кажется, вот примерно идентичная у нас с этим... У Петрозаводска, да? Да, у Петрозаводска. И, кстати, у них шестая маска, а у нас вот первая маска. Поэтому, конечно, у нас... У вас еще все впереди. Да, очень такие достойные были коллеги. И мы переживали за них, мы радовались. И когда объявлены были номинации, я даже ставки делала, что один из театров, он вот в этой номинации, а другой театр, и будет представлен другой номинацией. Ну, как ставки? Ну, не оправдались. Ну, вот как сложилось, так и сложилось. По итогам вручения, три маски остались в Москве. У театра Образцова мы их, с чем их тоже поздравляем. Решение жюри, оно не обсуждается. И, наверное, у них были свои весомые аргументы. И одну маску увезли мы в регион, в Алтайский край, в город Бурнаул, в наш театр. Ну да, вы увезли ее в регион, но я так понимаю, она в регионе, наверное, сейчас не осталась. Вот немножко о художнике поподробнее. Он же не местный, он же приглашенный. Как давно вы с ним сотрудничаете? И маску он действительно увез с собой, получается? Как-то она побыла хотя бы какое-то время здесь у нас? Антон Балкунов, он из Казахстана. В этом спектакле у нас вообще какая-то такая... И режиссер приглашенный. Да, и режиссер приглашенный. Режиссер и композитор были из Белоруссии, драматург из Москвы, и Антон представлял Казахстан. Меж такой национальной какой-то... Содружество. Содружество, коллаборация, которая вот дала такие замечательные результаты. Значок, что театр является золотомасочным, он будет, конечно, в архиве театра. Уже появился этот значок и у этого спектакля на нашем сайте, на всей раздаточной продукции. Ну и вообще в истории театра будет прописано, что театр лауреат золотой маски. Но саму маску, конечно, Антон увез к себе. Но такая театральная традиция за лучшую актерскую работу, за лучшую режиссерскую работу, за лучшую работу художника, это личная премия, и люди увозят их с собой. А вот за лучший спектакль тогда уже остается маска в театре. Но это вот все-таки его личный успех или успех всего коллектива? Как вы оцениваете? Ну, мне кажется, конечно же, это общая наша победа, это общий наш успех, но без идеи, без творческого посыла. Ну, чтобы он таких кукол сделал, да? Да, да, да. Конечно, мы ему помогали, и, конечно, ну, начнем с того, что режиссер пригласил этого художника, режиссер его вдохновил, он его настроил, чтобы он хотел увидеть. И это не умаляет заслуги режиссера. В общем, это победа команды, команды и театра, и постановочной группы. Но вот так принято, что это личный приз, скажем так, художника. А чего не хватило, по-вашему, для победы в других номинациях? Ну, были же вы в номинации лучшая актерская работа, кто был представлен? Ну, тут, мне кажется, как-то такой вопрос некорректно звучит, потому что, если рассуждать о спорте, да, там можно провести анализ, да, оборудование, снаряжение, может быть, нету, да, коньки, может, не так заточены, или вообще коньки, может быть, не последнего, да, там... Ну, нет, там тоже, мне кажется, все-таки... Либо там подготовился не так спортсмен, он не добежал дыхания, не то... Вот, скорее, спортсмен не так подготовился, больше будет... Да, а здесь жюри по каким-то критериям определяло... Жюри было очень... Кто был в жюри, кстати? Это 20 профессиональных театроведов, режиссеров, актеров, которым было как раз доверено выбрать по каким критериям, что ими руководило. Потому что, я говорю, что у меня, допустим, ну, и мы как-то между собой рассуждали, и в каких-то номинациях, допустим, вот я бы, наверное, отдала предпочтение. Не совпало, да, не совпало. Но жюри вот такое решение... А кто жюри вот из известных, допустим? Из известных, ну, допустим, например, драматический театр и театр кукол рассматривали... Расценивали. Расценивали, оценивали, да. Народная артистка России Евгения Симонова, потом художественный руководитель театра Шалом Олег Липовецкий, главный режиссер Московского театра кукол Наталья Пахомова. Это вот кто мне? Ну, такие имена известные. Да, известные мне. Ну, вообще их было 20. Все это, конечно же, профессионалы своего дела. Все они имеют весомый вес в театральной нашей... В нашей среде. В театральном сообществе. Понятно. Но мне кажется, все-таки, да, завоевали золотую маску, хотя она сейчас и не у нас находится. Мне кажется, все-таки вот такие подобные премии это же возможность не только там показать себя, но и на других посмотреть. Вот вы что-то для себя там подчеркнули такого интересного, что, может быть, могли бы потом реализовать у себя в театре? Конечно, мы следили за афишей представленных театров. Что мы для себя решили? Ну, надо развиваться дальше. Как эта фраза-то? Вкус приходит во время... Во время еды. Еды, да. Аппетит. Аппетит, да, приходит во время еды. Нам очень понравилось принимать участие. Организация была на высоком уровне, все продумано, очень все грамотно, очень профессионально, без каких-то... Торжественность вот этого мероприятия, наверное. Я начинаю вообще с момента конкурсного показа. Все продумано, все четко, все... Без заминок, без задержек. Без заминок, без какой-то спешки. И огромное спасибо, конечно, организаторам «Золотой маски». Это команда высокого уровня. И, конечно, хочется в первую очередь еще раз попасть туда, съездить и ощутить вот это волнение, вот это общение с коллегами. Но еще планируете участвовать? Я не знаю, в ближайшее время, в ближайшие несколько лет. Мы подаемся каждый год. Каждый год, да? Другой вопрос, что... Заметят ли ваш спектакль, да? Да, понимаете, тут же не бывает, как у режиссера. Ну, конечно. Вот в этом году случилось, она интересная, да, в «Звезды» сложилась интересная работа. А в следующем году, может быть, и не получилось. Опять же, тут надо смотреть по театру. Вот если в этом году мы... Тот год у нас был ориентирован на эксперименты творческие. В этом году мы смотрим на себя вглубь, на работу по повышению творческого нашего уровня. Больше выстраиваем отношения со зрителем. Ну, надеюсь, появятся те спектакли, которые вызовут интерес у нас. И нам покажется, что и экспертам тоже будет любопытно посмотреть эти спектакли. Но тут как звезды сложатся. Ну да. А вообще, как по-вашему, насколько наши театры конкурентоспособны? Да, они вот не теряются на фоне других театров, потому что там много было театров, я думаю, с интересными и экспериментальными спектаклями в том числе. Конкуренция, конечно, огромная. И если проанализировать вручение этой маски, то 50% врученных масок, они остались все в столицах Санкт-Петербурга и в Москве. И только 50% уехали в регионы. Я даже по пальцам могу перечислить. Это Пермь, это Новосибирск, это Барнаул, Воронеж. То есть вообще туда за пределы Уральского хребта, а вообще по минимуму на самом деле, да? Да, да, да. Ну, по-моему, да. А, город Красноярск. То есть Сибирь, Красноярск, Новосибирск и Барнаул. А дальше я даже, наверное, и за Сибирью, наверное, и никто не увез. Конечно, конкуренция огромная. Но вместе с тем, мне кажется, региональные театры могут конкурировать. И я даже сидела и думала, если вот вдруг нам все-таки так сложится, так получится, что вручат золотую маску в номинации «Лучший спектакль» и я выйду на сцену, то, конечно же, я обязательно обращусь ко всем региональным театрам, что, уважаемые коллеги, не думайте, что это так далеко, что туда невозможно попасть. Просто любите свое дело, делайте его качественно, хорошо. И вас обязательно заметят, и вы будете представлены на этой сцене. Надежда. Ну, я надеюсь, что вы когда-нибудь выйдете, выиграете номинацию за лучший спектакль и скажете вот все, что вы думаете, как это где-то происходит на Оскарах и тому подобное. Спасибо вам большое, удачи, успехов. Спасибо, спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Надеждой Васильевой, директором Алтайского государственного театра «Кукол сказка» о номинации «Золотая маска». Спасибо. Спасибо.